Свет Миру Свет Миру Основы православной культуры Они несут Духовно-нравственный потенциал Они Учат детей быть добрыми Учат взаимоотношения Детей с Богом И вот так как у нас культура Она пронизана православием То вот это православие Оно как раз и дает Толчок человеку Задуматься над смыслом жизни Задуматься над своим Нравственным обликом Духовным Потом перемениться Стать верующим человеком со временем Для лучшего ознакомления с предметом Основы православной культуры Педагогам раздали региональные учебные пособия А автор этих учебников Татьяна Васильевна Дорофеева Рассказала собравшимся об особенностях предмета По ее словам Главное, что требуется от учителя этой дисциплины Бережное отношение к православной традиции Работа с педагогами Это очень важная часть современной жизни И жизни государства, общества и жизни церкви Поскольку педагог нуждается в вестине Пожалуй, как никто другой Поскольку для того, чтобы воспитывать детей Он должен знать На каких ценностях И выстраивать процесс воспитания Основы православной культуры Помогут школьникам лучше понять Историю, литературу и уклад России Веками неразделимо связанные С верой наших предков 5 ноября верующие отметят Димитриевскую родительскую субботу Первоначально этот праздник был установлен Как день поминовения православных воинов Но с течением времени В Димитриевскую субботу стали молиться Об упокоении душ всех умерших До страшного суда нет разделения Между живыми и умершими Все они составляют единую церковь Продолжается и наше общение С почившими посредством молитвы Облегчающей страдания душ Всего в церковном году существует 6 родительских суббот И 5 ноября у каждого есть возможность Помолиться за своих почивших родных И подать записки о поминовении На проскомидию Впервые в Россию привезен пояс Пресвятой Богородицы Это великая святыня Ведь пояс носила сама Богоматерь С 14 века он хранится в Афонском Вотопецком монастыре В честь благовещения Пресвятой Богородицы И не покидает пределы обители В России пояс пробудет совсем недолго И побывает не во всех городах Верующие жаждут поклониться святыне Обычно просят о помощи небесной Просит особенно те Несмотря что это мужчины Но они все равно являются Отцами семейства Просят о своих О детях О потомстве просят И когда им дают пояски Болосновения То обычно Женщины Носят на себе Эти пояски И просят Матери Божию Чтобы Или помочь У кого бывает бесплодие Или о сохранении Потомства Духовник Троекуровского Свято-Димитриевского Иларионовского монастыря Архимандрит Иосиф Для утешения верующих Привез с Афона Икону Богородицы Всецарица Образ великомучника И целителя Пантелеймона И поясок Освященный на ковчеге С поясом Богородицы Он говорит Что прикладываясь к святыням Люди не должны ждать чудес А молиться Богу И каяться в грехах Совершенных против Него В данный момент Пояс Матери Божией Пребывает в России Но не окажет Туда может поехать И поклониться Это большое расстояние Затраты большие Материальные И расстояние Все-таки большое То я просто решил Чтобы положить На лой Чтобы люди поклонились Вере Иконочку Пояс Бога Матери И это поясок И люди естественно Молятся Просят Но не для того Чтобы какой-то Принять Чудо Или какой Экстрим искать Это Такой мысли нету Я надеюсь Что люди будут просить Молиться Бога Чтобы обрели И помощь Божию И Бога обрели В своих сердцах Это самое главное А если они будут искать Какое-то чудо Чудесное Они никогда Ничего не получат Пояс Пресвятой Богородицы Пробудет в России До 23 ноября С 4 по 7 ноября Он будет прибывать В Дивеево С 7 по 10 ноября В Саранске С 10 по 13 ноября В Самаре С 13 по 16 ноября В Ростове-на-Дону С 16 по 19 ноября В Калининграде И с 19 по 23 ноября В Москве Маршрут следования святыни Изображает крест На российской карте Благословляя Таким образом Нашу страну 4 ноября Во всех православных храмах Отметили праздник Казанской иконы Божией Матери В этот день Высокопресвященнейший Никон Архиепископ Липецкий И Елецкий Совершил божественную литургию В Казанском соборе Лебедяне В сослужении Настоятеля собора Благочинного Лебедянского церковного округа Протерея Игнатия Кондратюка И в присутствии Священства Епархии И прихожан Казанская икона Божией Матери Один из любимейших Образов Богородицы И множество людей В церкви В праздник этой иконы Тому подтверждение У меня эта икона Очень дорога Она помогает мне В жизни Всем моим родным Близким Знакомым И поэтому Я почитаю Эту икону Как самую дорогую Я всегда В трудную минуту К ней обращаюсь И всегда Выходит из трудного положения Всегда положительный результат После литургии У священства и прихожан Обратил тысячи иудеев Христианства О других церковных праздниках Смотрите в рубрике Православный календарь В воскресенье 6 ноября Почитается икона Божией Матери Все скорбящих радость Эта чудотворная икона Покровительствует Сиротам Обиженным Угнетенным И страдающим Один из самых Почитаемых в России Образов Богоматери Учешает И дает облегчение В скорбях и болезнях Память великомученика Дмитрия Солунского Православная церковь Чтит 8 ноября Во вторник Когда император Максимиан Назначил Дмитрия Солунского Проконсулом И потребовал от него Истреблять христиан То Дмитрий Стал открыто Проповедовать Веру Христову Этот святой Почитается православными Как воин-защитник И часто изображается На иконах Вместе со Святым Георгием Победоносцем В четверг 10 ноября Мы вспоминаем Преподобного Иова Игумена Почаевского За свое благочестие И строгую Подвижническую жизнь Святой принял Великую схему В 30 лет Чудотворцу И угоднику Божиему Молятся Об избавлении От бед В этот день Также совершается Память Святого Дмитрия Митрополита Ростовского С юношеских лет Он обладал Незаурядными способностями Знал несколько языков И ряд классических наук Главным трудом святителя Стало составление В конце 17 века Чити Миней Сборника житий Святых На визу год 4 ноября Православные Отметили праздник Казанской иконы Божьей Матери В нашей епархии Довольно много храмов В честь этого Горячо любимого Образа Богородицы Мы побывали В двух таких храмах Первого Елецкого благочиния Подробности В следующем репортаже Образ Казанской Иконы Божьей Матери Один из самых Почитаемых в России Не раз Божья Матерь Защищала наше Отечество В трудные времена Возможно поэтому Наши предки Построили так много Богородичных храмов Елецкий край Не стал исключением В одном только первом Елецком благочинии Есть три святых места Связанных с именем Этой иконы Первым мы посетили Казанский храм Находящийся на окраине Села Талица Этот храм Архитектурный памятник 17 века Во многих городах И весях строились Храмы в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы Некий залог В этом явился Того что В нашем государстве Все будет нормально Мы будем молиться Матушке Божией Перед казанским ее образом И Нашу Русь Никто не одолеет Казалось бы Тогда в 17 веке Ну все уже Все Нет России Нет Руси Нет Не пора еще Так выглядел Казанский храм Почти 20 лет тому назад А сегодня Он встречает Престольный праздник В обновленном виде Заканчиваются Последние Восстановительные работы Самое главное Жители села С радостью Приходят в храм По многому Это заслуга Священника Александра Иванова Всего полтора года назад Он был назначен Настоятелем этого храма Вот о духовности Много говорят А вот бабушки Наши мне помогают Хотя его внутренние силы Мы очень довольны Я может грубые пословицы скажу Какой поп Такой приход Истри говорили Вот у нас сейчас батюшка Мы очень к нему Вот душевно Он очень Человек сразу чувствует Движение души Подтверждение особой любви Толичан к Божьей Матери Источник посвященный Так же как и храм Казанскому образу Пресвятой Богородицы Редко кто из местных жителей Не пользовался этой Благодатной водой Находящийся в нескольких метрах от храма В дубовой роще Он является местом отдыха для селян А на другом берегу Быстрой Сосны В соседнем селе Черкассе Тоже есть Казанский храм К сожалению сюда Стежки дорожки Давно заросли травой Внутри храма гуляет ветер В алтарной части Зияющие дыры Выбитые окна Все здесь свидетельствуют О духовной пустоте И одиночестве И только ангелы Незримо продолжают Служить литургию И они одни встречают Престольный праздник В этом заброшенном храме А молодежи не нужен храм Потому что у нас молодежь не ходит У нас ходят только старые Я говорю Вот ходили у нас старые Много уже померли А остальные вот какие болеют Ну вот когда Вот Казанский там Под новое Какие подхрешения Это что приходят и молодые И старые приходят А так Человек 6-10 Там где возрождается храм Господь обязательно свидетельствует Нам о своем благословении Когда Казанский храм В селе Талице Стали восстанавливать Пороганные иконы Святителя Николая И Божьей Матери Взыскания погибших Явили чудо Обновления Признаюсь честно Я вначале воспринял это Как некое искушение Или может быть Ну просто оптический Обман изменения Освящения в храме Но Сказал это громко Открытый мальчик 11-летний Который вместе с нами Приезжал сюда на службу И он подбегает Смотрю Подбегает И смотрит на эту икону Да действительно опять И он бежит Мама, мама, смотри Я думаю, что-то не то Спрашиваю у него Он рассказывает Да, вот он заметил Ну уж чистое детское сердце Его не обманешь И Когда я В свою очередь Задал вопрос Местным Жителям Коренным Они сказали Ну да, батюшка Обновляется А что в этом такого Настоятель Казанского храма Отец Александр уверяет Такие явления Известны в истории Православной церкви И это не мистика Я уверен, что Всякое чудесное событие Происходящее с нами в жизни Свидетельствует Только лишь О Божьем присутствии О Божьей милости По отношению к нам Не имеет смысла Угадывать Что Грядут ли какие-то Испытания Большие Или может быть Болезни, беды Нет Мы должны помнить О главном Господь с нами Господь рядом И своей благодатью Он нас не покинет Если мы сами Не будем от него Отталкиваться Радуются батюшкой Тому, что сегодня Подрастает Будущее поколение Прихожан Учащиеся Таллицкой средней школы С удовольствием Посещают храм Где отец Александр Знакомит школьников С его святынями Затем Дружной компанией Ребята вместе С батюшкой Отправляются На источник Казанской Божьей Матери Посвятив этот источник Пресвятой Владычице Нашей Богородицы Мы тем самым Причащаясь Вкушая воды Из этого источника Не только обращаемся С молитвой К Матери Божьей Но и получаем Ту благодатную помощь На которую так рассчитываем И на которую так надеемся И именно поэтому Вода из этого источника Не только вкусная Не только полезная Но она еще и Помогает нам Исцелиться от наших Душевных недугов Очень верит Отец Александр Что эти дети Не повторят ошибок Своих предков Не станут рушить храмы Православная вера Во все времена Передавалась Из поколения В поколение И мы все должны Делать все Чтобы эта связь Никогда Не прерывалась Шестой псалом Фетки Прозвучит для вас В рубрике Тебе поем Исполнит его Лауреат всероссийских И международных конкурсов Хоровая капелла Мальчиков Липецкой областной филармонии Художественный руководитель И дирижер Людмила Жаринова Концертмейстер Андрей Карпий Небеса твои взирая Мы видим дело твоих перстов Луну и звезды Что сотворишь Что человеке Что ты помнишь его Славою и честью Его увенчал ты Перед ангелами Немного умолил ты Починил ему Все твое творение Зверей полевы Все птиц небеса И все крымовские И все же что Что человеке Что помнишь ты его Что помнишь ты его Господь наш Бог Господь наш Бог Величие И слава Лишь тебе Ты все во всем Все наполняешь Господь наш Бог Пусть И слава И слава И слава И слава Лишься Аллилуйя Величие Айлуйя Аллилуйя Аллилуйя Величие Аллилуйя! Аллилуйя! Очередной выпуск нашей передачи подошел к концу. Понимание вам и мира с ближними, и самим собой. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok